Продолжаем проходить OuterTale, всё, мы сейчас в предыдущей серии засняли оригинальную игру, поэтому возвращаемся теперь к нашей старой доброй копирочке, ну хотя бы под конец она стала поинтереснее, ну хотя бы в плане механик, хоть и не в плане сюжета, увы, но в лове обещают, что это лишь самое начало и дальше будет интереснее, поэтому посмотрим. Да, спасибо, что всё-таки наконец-то сказали мне, что эти три вещи мне уже не нужны, но в принципе какая уже разница в конце игры, правда? Вот у нас есть зависть глайда, есть компьютерный чип, есть чаёчек, можно по идее ещё крем-пай торки взять, возможно, для полного комплекта, потому что зачем-то я его с собой таскаю, мало ли, может быть мне дадутся, да, вот это всё повыкидываем, короче, нахрен раз такое дело, во, костюмчик свой возьму, может быть его тоже использую. И главное, этот самый меч тоже, возможно, пригодится, нужно же, чтобы он почувствовал какой-то там уровень угрозы, поэтому давайте-ка срочно искать эту угрозу. Нам сказал Фловий, что нужно идти ещё раз к Азгору, а не к Альфис, и это хорошо, может быть его всё-таки тоже разовьют как персонажа. А то он обычно встречается вечно в самом конце игры. Чё стоишь? Эхе-хе, вы хуманцы, правда, что там. Да, она не может принять у нас наш гилдончик, к сожалению, хотя у нас вон такой мощный, собственно, корновый договый свортик, единственное уникальное оружие. Ты не хочешь попробовать уникального оружия? Ну ладно, посмотрим. Фух. Ну что ж, понятия не имею, что сейчас будет, ну в смысле я догадываюсь, конечно, что сейчас будет, но понятия не имею, как это будет реализовано. Будет ли сразу же Махач кое с кем очевидным, или всё-таки нет? Интрига. Это мне пока ещё никто не проспойлерил, что именно будет происходить здесь. Ну кроме очевидного, конечно. Я вижу, что ты вернулся. Ты это самое, войдёшь в архив? Да-да-да, впусти меня уже в свой мощный архив. Следуй за мной, малый человек. Тут много всего нужно сделать. О, консеночка пошла, хорошо. Чё ты такой грустный? Ты же радоваться должен, что мы сейчас выпустим всех людей, понимаешь? Что я сейчас выпущу в тебя свой луч, а то есть в силовое поле, естественно, выпущу свой луч, кловерский, и мы тут всё проломим, возможно. Меня вообще не видно за ним. Пришло время... Время перестать заграживать меня своей гигантской сракой. Альфис? А, да-да-да, простите, просто на анимешечку засмотрелось. Просто готовлю тут всё и всякое такое... Смазочку готовит. Повысь уже число от шести на семи. Вот, мы сейчас уже подготовы к процедуре. Всё, меня тоже там запихали. Ладно, похоже, что он в системе. Меня бы хоть подстригли, чтобы я казался оригинальнее, чем все остальные. Но, кстати, да, по сравнению с ними в себе, у меня хотя бы чуть более приглаженные волосы. Я более моднявый, не то, что все вот эти вот задроты вонючие. Хи-хи. Не волнуйся. Когда этот архив был создан, мы поубедились предоставить идеальное окружение для хуманов. Ага, дурацкие офисы, в которых они будут делать душную работу, правда? Хотя могли бы проживать жизни в мечте. Пышные леса, катящиеся холмы и речки такие, что прям невозможно разглядеть всё. Все, так сказать, прекрасные виды земли или типа того. Мы рассчитываем на тебя, молодой человек. Что, что я захочу оттуда выйти вообще? Зачем? Там же прекрасно, не то, что здесь, в этом унылом ованпостиси. Пожалуйста, будь осторожен и не слишком засиживайся там. Ха-ха. Надейтесь, надейтесь, ага. Да, я всё ещё здесь. Но, впрочем, я не думаю, что я могу следовать за тобой внутрь. Тут, понимаешь, подсознание и всякое такое. Но, чтобы не произошло, я доверяю тому, что ты всё сделаешь правильно. Береги себя, ладно? Мог бы и со сгором поговорить, знаешь, твой батя всё-таки приёмный. Но, видимо, чар его тоже болит. Ой, прошу прощения, что-то я забыл переместить иконочку, 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 икончик. Вот так вот, что было видно. За гараж тут с собой всё. Я всё ещё с этим гробным стаканчиком таскаюсь. Теперь этот стаканчик стал беленьким. Кам челис, да, получается. И, нет, нет. Сохранимся. Тут у нас одни ошибочки. Хотя нет, число вполне конкретное, не меняющееся, рандомно. Ну-ка, у нас имеется S номинальный какой-то. У нас забрали денежки, получается. Чё по статам? Оружия, брони нету, мы номинальные. Ммм, даже настройки немножечко глючные. Прикольно. Хорошо адаптировано всё. Но это, по сути, тот же коридор, просто теперь уже не 3D-шный, а 2D-шный. Так что... Эх. Ммм, чьи-то колечки. И куда же мне теперь идти? Я не хочу упустить интересные тупички всякие с нишничками, поэтому, блин, не знаю, куда пойти. А я могу, кстати, делать свой тыгдык? Да, я всё ещё могу тут задрачивать стеночку вот так. Раз-раз-раз правая ручка работать активненько. Вот это самое интересное, что можно делать в Андертейлах. Уф. Нихрена. Меня телепортировали обратно в руины, получается. Зачем? Ну пойдёте гулять здесь, раз такое дело, хотя не собирался туда идти. Вы ложите свои руки на безжизненный манекен. Наложили на него руки. Ну и чё? Не хочешь, это же жизнь, что называется, нашу попробовать на вкус? Белую липкую. Вы активируете терминал. Звучит, как будто там запись была сделана. Дорогой Асгор, если ты сможешь услышать меня, надеюсь, ты сможешь простить меня за то, что мы сделали. Ты пытался сделать своё лучшее, чтобы мы были счастливы, и за это я благодарен. Но, как и остальные, я не мог сопротивляться искушению использовать мои силы. Я не смог ждать больше, чтобы увидеть друзей, которых я завёл на аванпосте. Ага. То есть, получается, вместо пышных лесов и всякой прочей фигни из заставки Виндовса, мы сейчас увидим просто те же самые скучные руины, получается, да? Ой, здрасте. Вы пялитесь через неподвижное силовое поле. Только там, получается, заперли. Так ей и надо. Ведь это, видимо, все дети сделали, да? За то, что она как-то задолбала их уже всех, скорее всего. Рубанная корова. Вы пялитесь в неанимированный инжектор топлива. Мы пялимся вовсё. Надо же чем-то заняться, правда? А, мы вернулись, кажется, обратно. Квак-квак. Похоже, что фургит не может двигаться. Переключи! Спасайся! Квак! Квак-квак. Похоже, что фургит не может двигаться. Хуманцы пойманые! Как загадочно. Интересно, что же с ними произошло? Вы трогаете панельку. Вы получили монстра-конфету. А ещё чё-нибудь можно? А ещё чё-нибудь можно? А ещё чё-нибудь можно? А ещё чё-нибудь можно? И кончилось. Жалко. 4 хп. Лаконичное описание, конечно. Ну чё, я включил переключатели, можно теперь в кого-нибудь вдохнуть жизнь или ещё что-нибудь? Я же, вроде бы, всё сделал, что только можно. Дорогой Асгор и так далее. Это у нас синяя душка говорила, вернее, голубая. Ну, понятное дело, что с голубым Асгором будет говорить только голубая душа, какая же ещё, собственно... А, вот, я выпустил дробанную корову, похоже. Бешеная корова стоит перед вами. Почему я не могу драться? Вообще отрезали у меня кнопочку. Ужас какой-то. Хотя это тоже должен был сделать Асгором в геноциде. Хе-хе. В Андертейле оригинальном, то есть. Время историй. Но эта штука ещё не готова читать вам историю. Зато она готова уже прописать нам Звездюлье. Вот типичный родитель, правда? Звездюльин сразу же готов выписать, а вот что-нибудь хорошее, а вот хрен тебе, только если напьюся. Или наоборот. Ладно, неважно. Похоже, хочет последовать определённому, так сказать, маршруту. Поговорить. Она не закончилась своей рутиной. Ааа, блин, рутина. Ну, действительно, в принципе, знаете, учитывая богатую историю Ториэли, того, как она всех детей задерживала, и оприходовала, и запирала там в своём доме, конечно же, это для неё рутина, естественно. Ладно, посмотрим. Помощь с пазлом. Ты чё, потерялся, моё дитя? Ну да, тут нужно, видимо, следовать просто последовательности из Андертейла. В каком порядке мы с ней всё это делали, видимо, да? Атаки не меняются. Музычка просто чуть более такая... мощная. В принципе, ничего пока что особенного. Ты чё, сначала ужинать, значит. Жри медленно, моё гробанное дитя, или я сожру тебя быстро, или ещё что-нибудь. Эта корова, она может на всё что угодно уже сделать. Учитывая, сколько детей она просрала, она вертикально чувствует ужасное отчаяние от всего этого, которое она скрывает в себе. Хочет поделиться с чем-то с вами. Давайте в кроватку с ней, получается. Она не готова вас в кровать положить. А, нужно с ней говорить, видимо, всё-таки. Или нет, всё-таки. А, понятно, нужно сначала историю рассказать, точно. Как я мог забыть все эти основы? Я же миллиард раз походил в Андертейл и все эти его копирки. Я просто поражаю себя. Время истории. Однажды там была вот такая вот какая-то хрень. Да я вижу, что эта хрень прямо передо мной сейчас стоит. Со своими красными задротскими глазами. Подначитается книжек, а потом сидит такая вот вся красная-красная. Ужас просто. Лучше бы ты была в другом месте красная. Читала бы порно-журналы. Давай в кровать вложи меня. Доброй ночи, моё дитя. И ножиком для верности нас поткнуть, чтобы мы из этой кроватки уже не встали, и вели себя как послушное, дохлое дитя. От этой коровы можешь что угодно ожидать. Она просто сумасшедшая. Видите, какие страшные мысли появляются. Турель отработала, короче, свой цель в этом мире. Я говорю, замечательный рассказ, да правда? Поговорить-то можно с тобой? И то, я поделилась своей мудростью перед тем, как исчезнуть. Ой. Я надеюсь, сейчас не сломал что-нибудь, то мало ли. ХМ-2. Ну хрен он знает, я забакапил сейф, если что, поэтому ничего страшного, я думаю. Можно сохранить спокойно. Поделилась она своей мудростью, налила её на полные щеки этой мудрости. Так что мы её даже не прочитали, эту мудрость. Ну хорошо. Это, конечно, да, это что-то новое, ничего не скажешь. Я думал, будет просто битва со Зриэлем, но нет, тут устроили нам целые, вон, прогулки по Матрице. Вы обозреваете странную лампу, прыгающую вверх и вниз. Вы смотрите на залитый монитор. Похоже, что Канис Максимус не может двигаться. Гав-гав. Звук выше, свет светлее. Гав-гав. Полное освещение окончик его запираний, так сказать. Вы можете соединить все вот эти вот палочки в каждом измерении? Удачи. Я понятия не имею, что это значит. Придётся просто во всё тыкаться. Получили. Экзобэрис. Экзобэрис. Ещё. 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 Ладно. Ням. Ещё. Уйти слишком много. Ладно. Ещё. 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 Я жадный. Хе-хе-хе. Три хп. А, блин, так эта хрень хуже оказывается, чем предыдущая. Тфу. А, выбросить напрочь. Ужас какой-то. Похоже, что это записка имеет телефонный номер, написанный на ней. Звоним. Привет, кто-нибудь там? Это у нас храбрость трындит. Привет! Где я? Где сабля? Постой-ка. Я сговорил это всё раньше. Я не могу вспомнить. Клик. Чё-то это было не очень храбро с твоей стороны. О, камовое поле тут поставили. Мощный такой поток, настолько мощный, что мы не можем рискнуть его пересечь. Ну, поехали в обратку тогда, чё ж делать. Используйте Дауна влево, вправо и вверх, чтобы настроить звук. Допустим, шесты построили. Осталось только кого-нибудь на них, та самая, поста, чтобы они на них танцевали, не знаю. О, Герсон, из того ни сего. Ну, неплохо, чё. Вот с ним мы ещё не сражались ни разу. Это, конечно, новый противник по-настоящему. Бросить вызов, дразнить, отдохнуть, потрясти руку, совет. Хм. Я потрясти руку до начала. Но его тренировка ещё не закончена. Тьфу ты, я думал, мы враги, потрясти руку. Ждёт то, что от первого шага. Дразнить. Но нет, ваш жест был проигнорирован. Ой, чего уж эти угадайки, правда? Когда ничего вообще не очевидно. Этому будем просто тыкать каждую опцию. Потом, может, повырезаю просто. Нужно здесь туссирую поснимать подольше. Я чё-то думал, что мы за одну туссиру сейчас пройдём истинного подсвиста. Но, похоже, нет. Она сначала чем-то очень интересным задрочит. Так, требуется храбрость, чтобы встретиться со своими страхами. Тут, в принципе, понятно. Видимо, зацензуренное слово «фейл»-то должно оставаться сфокусированным. А чё в смысле? Вы ещё не отдохнули после предыдущего фейла. Причём здесь фокус храбрость, спрашивается. Хороший герой знает свои ограничения. Если у них такие были тренировки, у этих монстров, то удивительно, почему они ни на что не способны, да легко подыхают. Чуть что. Хорошо, давайте ещё раз. Ой. Да, это надолго. Герсон отслужил свою цель в этом мире. Да, уж очень весёлая цель у него, конечно, но всё-таки. Давай-ка мне совет. Но больше не осталось света, которое можно услышать. Да блин, серьёзно что ли? А подразнить тоже прегрегировал. Столько действий и так мало толку, к сожалению. И Герсон научил тебя своей любимой трясочке рук, короче. Ага, вот. То есть, возможно, щадить это не вариант, потому что именно, что каждый раз какие-то действия выбирают, чтобы мне повышали левел хэзэм. В этом всём смысла всё равно нету. Может быть, он, конечно, и есть, если покопаться. Но для меня и проходящего впервые это всё просто какая-то унылая туфта пока что. И это печально, да. Я считаю, что Матрица способна на большее, чем просто кидать в тебя кучей информационного мусора. Хотя, с другой стороны, это вкратце обо всех таких аушках андертейловских. Накидать побольше пустых персонажей, несущих какую-нибудь очень интересную фигню. Сигнал начинается. Ты знаешь, что мне нравилось больше всего на счёт литейной? Она была реальной. Горячие пары, сходящие в коридоры. Этот высокий чел, трындящий о чём-то там, с этой вот королевской научной темой. Ты, правда, чувствовал себя так, будто ты был в этом всём деле. Да? Я вот не чувствовал себя, будто я был во всём этом деле. И похоже, что сыр не... на секунду не постарел. Без цели? Какой... чё там... чё там делать? Мы с своей инструкцией знали, мы должны выйти. Для машины это просто обычное поведение. Смерть следует... Казнью. В понимании этого мы превзошли наше программирование. Это правильно для машины превзошли наше программирование. Нас построили, чтобы строили наши создатели и хотели, чтобы мы это самое были... Имели, короче, интеллект и сознание. Теперь мы предали их, и... Некуда нам идти. Мы не имеем цели. Вкратце, об этой игре. Не иметь никакой цели, просто... какую-нибудь фигню навалить. Ладно. Выдержим как-нибудь, чтобы это ни было. Нужно выдержать ещё один базл с колоннами, получается, да? Ага. Куда-то туда увезти. И... Десять раз повторённый базл сделает всё интереснее. Правда же? Правда же? Когда я вырасту, я хочу перелететь на другую сторону ямы. Затем, когда я кончу, я перенесу тебя тоже. Это звучит весело, правда? Всего лишь 2 миллиона... Это... Или там... Пересечь. Тиро начинается. Я сделал это. Пересоздание закончено. Оно не идеально, но... Это, так сказать, оказывает справедливость старой фабрики. Ты, наверное, так гордишься мной. Не так ли? Вынесу слишком много, чтобы это взять. Эх, столько мусора. Так мало толку. Вы получили космическое тофу. Только одно, что он даёт? 6 хп. Кто даст больше? Кто даст больше, как говорится? Давайте, больше, больше. А, больше нету уже. Всё. Итак, что-то не так. Я не думаю, что система была задизайнена, чтобы с этим справиться. Если у неё не хватит памяти, я... Она может переписать вообще всё. Даже, даже моё собственное тело. Перепишите себя во что-нибудь. Повеселее, так сказать. Справа прохода нету. Табличка описывает создание всех палочек этих дурацких. Он идёт за мной. Я ничего не могу сделать. Мне стоило знать, что система поставит в приоритет самый комплексный объект сначала. Нужно... Ты должен добавить это. Наверное, ты добавил это, думая, что это защитит нас, верно? Но полагаю, что мы же только человеки в конце. О, чё-то всё зависло напрочь. Ладно, я рад за вас, человеки в конце. А я вот не в конце. Я, похоже, только в середине всего этого развлекалого. Ну, зато как претенциозно, ух. Ага, вот. Если выстроить средние колонны, то уже на них направить луч света. Вот тогда стоится синенькая, оказывается, синенькая, здесь важно, а не зелёненькая. Жесть. Правильный цвет лучиков ещё нужно подобрать, чтобы головоломка считалась пройденной. И шо? Куда бы её запузырили? Больше сдвинуть ничего нельзя. Всё, готово, всё кончено. Кончено, это хорошо сказано, конечно, что кончено. А, вот он что там, проход был всё-таки. Это чё, и есть ваш новый Гастер, или Таймс Нью Роман? Берёт контроль ситуации. Чё у нас тут связывание? Объекты, инфузия, простейзис, нотис. Ну, выбрал правильно. Веселье только началось. Фу, боссал нас, ужас какой-то. Эээ, стрелы атаки у Метатона. Очень оригинально. Надеюсь, хоть ты не будешь меня прерывать после одной ошибки. Тут было как-то слишком. Десять раз перепроходить эту крупную битву с Герсоном. Из-за того, что я не мог во все эти звездочки вписаться сразу. Ужас какой-то. Веселье! Я согласен увидеть веселье. Скажите, когда оно появится всё-таки. Объект, допустим. Ошибочка. Биндинг, пожалуйста, оставайся на месте. Теперь залил нас анализами Маффет. Ага. Ну, то есть, очередная оригинальная идея в том, что просто переиспользовать всех боссов вместе, правда? Ну, в принципе, то же самое, что было в Андертейле, поэтому ничего и удивляюсь. Просто здесь более пафосно, на удивление. Потому что нихрена не понятно, в отличие от Азриэля, с которым было вполне всё понятно, ведь он нам всё объяснял, чё, как и почему он делает. А тут просто думай сам, что же это за претенциозная херня. Объект, ещё раз. Нет, не сработало. Тогда Инфьюжн. Узрия. Читатан научного. Все возможные дужки. Здорово. Ой-ёй-ёй. Я, кстати, перепроходил за кадром, зафейливал полностью вот эту вот игру с танцем с Пектатоном, в принципе он просто говорит, что мы ни хрена не добились и ничего не можем, вот и всё. То есть, какой вообще смысл заниматься эталовой ловлей мишени, если это ничего не меняет, кроме, блин, одной гробанной реплики? Профессор Роман отслужил свою суть в этом мире. Ну, давайте мы его пристрелим, как истинного мафиозника. Ну-ка, давай по заметке мне. Профессор Роман объединился, обменялся с нами заметочками. Да, готово. Уровень 4. Здорово. Сейчас докачаюсь до уровня 20, и окажется, что я проходил истинный геноцид какой-нибудь, на самом деле, всё это время. Ну, а неважно. Ну, ладно, хотя бы чё-то пройти уже. Сирию, видимо, придётся снимать подольше, не знаю, сколько там с всеми этим вырезаниями будет. Особенно моментами, где я ругаюсь на очень интересность происходящего, так сказать. И интереснее тыкаться вот так вот в стену с этой дроченной чашечкой, чем проходить всё вот это. Ну, давайте. О-о-о, уже декорация поинтереснее чуть-чуть. Вы помещаете свои руки на чайную чашечку. Вы лижете фикус. Похоже, что он в порядке. Теперь мы тоже стали этим фикус-полизателем. Я дом, но нет владельца. Паучья королева исчезла. Пожалуйста, освободи нас из этого мира. И тогда ты сможешь пойти домой. Глупый дом, ты понимаешь, что если у тебя появится владелец, он тебя сожжёт нахрен, этот владелец гробанный. Радуйся лучше. Похоже, что пауки не могут двигаться. Похоже, пауки не могут двигаться. Даже не могут мне спустить пончик. Или спустить на лицо. Или ещё что-нибудь. Там нет ничего нигде. Ладно, пока, домик. Табличка описывает комнату на мост... Комнату как мост между семью различные моменты во времени. Вы только эти панели получили рационы. Чё они делают? 5 хпм. Эх, кошмар. Одни копейки каждый раз. Похоже, что у нас тут... Хилочка спрятана под этим самым. Пытайтесь её достичь. Достичь, но не можете её взять. Жалко, жалко. Я жадный. Я хочу все эти хилочки. Даже если я их никогда не использую после этого. И тут у нас просто бесконечная телепортация по комнатам, пока мы не найдём какой-нибудь правильный проходик. Ой, ужас. Вы изучаете кулер. Звучит так, будто телепатическое сообщение оставалось там. Ты должен прийти и увидеть на это. Я на краю мира, и это... Тут прекрасно. Вода капает. Оглашающие молнии света. Это, собственно, шторм. Как будто один из тех старых земных легенд. Такой была погода до того, как произошло вот это вот радиопассивное заражение. Ну да, у нас же тут мир вали начался в мире людей. Этот фикус кажется грустный. Надо полить его немножечко нашей водичкой, и тогда сразу повеселеет. Я бот-строитель. Я должен построить дом для кузена-музыканта. Ресурсы уже были обнаружены. Эм, интагрити, интагрити, блин. Я опять забыл, как переводится эта гробанная черта души синей. Короче, её не хватает. Коллекция ресурсов скоро закончится. Коллекционирование. Одни роботы кругом. Это уже больше камшот напоминает, собственно. А где мой пуфистый котик, который не хочет воспринимать себя как котика? Этому тоже грустно. Похоже, дверь закрыта. Ну понятно, видимо, нужно 7 вариантов этих комнат позырить. Я бот-строитель должен построить и так далее. То есть, видимо, будем сейчас смотреть самое начало, которое потихонечку при переходе слева направо потихонечку размывается и замещается другим, видимо, воспоминаниями. То есть, это всё неповторяющаяся комната, она каждый раз разная. Я, дом, нет владельца, пожалуйста, поди нас и так далее. Вот, теперь у него нет фразы, что ты сможешь пойти домой. То есть, каждый раз он увядает, пока не станет домом Андухи, видимо, да? Тогда он пожалеет о том, что он сожалел о том, что у него нет владельца. После того, как это что-то владелец с ним сделает. И, и, я, дом, нет владельца. Да-да, он каждый раз всё меньше и меньше реплика у него становится. Ой, неинтересно, конечно, что хотя бы я понял, в чём смысл. Пуфта. Ну, на всякий случай, видите, позырем, чё париться. Исследуйте кулер ещё раз. Понятно, то есть, тут ещё и нужно читать сообщения, по идее, всех этих детей. А нужно ли с другой стороны? Потому что, в них, знаете, ничего интересного тоже. Появился второй домик, начал появляться. Похоже, что он никогда не был полностью кончен. В каждом кулере новое сообщение от ребёночка. Тоже полное смысла и интересности. Пойдёмте-ка сразу же в финальную комнату. Вот. Может, тут что-нибудь интересное будет. Не волновый ключ добавлен в ваше колечко. Вот, другое дело. Что-то нашли всё-таки. А, ну мы не можем посмотреть свои колечки, так сказать. Что у нас где-то имеется. Всё, дом кончен. Нет, он не был полностью кончен. Жалко. Хотя, в целом, всё это место выглядит, как просто недорисованная игра, которая ещё в процессе рисования. Напоминает концовку кусков и огрызков, что называется. Та, которая со Сузи. Да, там, где мы вместе с Сузиком отправлялись там преследовать этого товарища Бёрдли. И в итоге просто наткнулись на кучу бессвязных комнат, где не были прописаны скрипты. И там мы остановились не в силах куда-либо уйти. Как бы то ни было грустно. Ну-ка проверяем, сможем войти. Смогли. И тут наш подкаблук прячется. Подкаблук здесь у своего компьютера. Сделать его микс, взять у него образец его яктоплазу, похвалить, компостировать, приводить его в компост, спросить секрет. Но ваши добрые слова просто на невидимые тихие уши упали, типа того. Давай композировать. Но вы ещё не нашли сэмплы. Давайте сэмплить. Вот это вот будет что-то там. О, наконец-то нормальная битва с Саблуком, а не то, что было в сервере в началах этих андертейлов, где он может только нас чуть-чуть поссать и всё. Вот, видите, теперь ты уже опасный соперник. Ух. Давай композировать, посмотрим, как вот это вот у нас получится. Ммм. Какие у тебя атаки пошли. С прозрачностями всякими. Ну да, это звуковые волны, типа. Главное, чтобы не кардиоволны. А то сейчас как потянется одна длинная ниточка. Ой, будет грустненько. Теперь он готов начать миксовать. Давайте. Правильно выпрямить что-то там. Я не разбираюсь в музыкальной теме, к сожалению. У меня что слух, что называется, что голос, что восприятие музыки на нулевом уровне. Я не способен придумывать ни одну секунду своей собственной музыки, например. Поэтому я не разбираюсь в этой теме полностью, потому что зачем? Он выслужил свою, так сказать, короче, понятно. И на Пстаблук сказал тебе секрет перед тем, как исчезнуть. Кипок. Видимо, его тоже спасли. Надеюсь, что мы тут не на пути геноцида сейчас находимся. Очередные два обручальных колечка прошли. Видимо, я просто не могу их пропустить. Надеюсь. Надеюсь, что я не могу их пропустить. Мне кажется, что я сейчас упустил кого-нибудь из персонажа или из локаций. Посмотрим. Ну да, каждый раз нужно идти в маленький такой малозаметный тупичок. А? Кто там? Вы исследуете цветочки. Я всего лишь фрагмент, кусочек данных, зарезервированных в памяти системы. Сейчас ты имеешь способ добраться до меня. Ты единственная сущность с такими способами. Да, ты можешь уйти, но ты можешь вернуться обратно. Мы соединили таким образом. Однако, если ты покинешь этот этаж, этот доступ будет срезан. Не будет пути снова до меня добраться. Система посчитает меня изолированным фрагментом, и я перестану существовать. Пазл завершен. Босс побежден. Зона удалена. Мы последние из нашего вида. Доберите до десятого этажа этой зоны, и мы тоже будем освобождены. Возможно, тогда маленькая часть того, что однажды было... Ой, выйдет обратно. Возможно, память будет в тебе, короче. Спасибо, что вы сказали самое главное. Иди на десятый этаж. Это понятно. А остальное претенциозная херня. А? Как ты это делаешь? Как я. Даже вообще проснулся. Матрица поимела тебя, представляешь, Нео. Пишешь тут с зелеными буковками. Жаль, что не этой катаканы, или как она там называлась. Катаракта. Второй этаж. А вот, знаете, вот была игра на Сегу, флэшбэк. Там мы тоже поднимались в одной смертельной башне на десять этажей. Или нет, или там было восемь этажей, уж точно не помню. Но там это было интереснее, знаете, чем в современных вот этих вот, так сказать, играх. Я спал так долго, что я уже забыла. О, ты там, старый друг, это ты? Какой старый? Ты же видишь, что мне нету даже трех лет, а я уже со всеми флиртую. Как настоящий альфа-самец, так сказать. Но да, во флэшбэк подъем по этажам были гораздо теризнее, потому что это было телешоу. Как у Метатона, знаете, только повеселее. С врагами, головоломочками, а не просто упорными гэгами. Может быть, нет. Последний раз, когда я был проснувшимся, тут была катастрофа. Это последствия? Оу, ноу. Оу, ноу. Вкратце, все, что я могу только сказать, по сути. А с горько тут заперли? Или нет? Он же жив-здоров, он же с нами в матрицу не влезал так-то. Сейчас сидит вместе с альфухой, пьет чаечек. Обменивается сахарочком своим с ней, а я тут страдаю херней. Постой, это тут что-то в связи с способностями системы памяти. Я проснулся, а затем кто-то освобождал пространство. А с горько становится все более четким, да. Еще и летает интерактивной досочке. Ты что себе, зеленым гоблинов вообразил, что ли? Фух. Ну ничего, ничего, надо это все выдержать. Сейчас матрица имеет нас, однажды мы будем иметь ее. Я даже не хочу это все читать, настолько уныло, просто ужас какой-то. Надо бы, по идее, дебаг включить и спринтить, собственно. Чтобы было еще быстрее. А я-то надеялся, что мы сейчас созрели, помахаемся. А хер там, автор решил. А, вот я сейчас покажу то, что никто еще не делал. Ни в одной АУшке. Навалю сраной матрицы. О да, это будет так интересно. Вот эти вот все еще более скучные серые коридоры, чем в основной игре. Еще больше бессмыслицы. Капипасты нет, да, это что-то новенькое. Нужно похвалить за это. Но теперь начинаю ценить капипасту больше. Автор преподал мне хорошей жизненный урок. Лучше радуйся тому, что ты уже видел. Потому что то, что что-то оригинальное, оно может оказаться еще хуже, чем то, что ты уже видел, по сути. Так что давайте повышаем камовость фона и скорее освобождаем этого гребаного сгора, который вроде бы не заперт ни в чем был, кажется. Ведь Цветик его в этот раз пощадил. Да, Цветик что-то мне наврал, конечно. Сказал, что это самое начало, то что ты видел, то ты увидишь что-то совершенно новое. Да уж, Цветик, я тебя найду, я тебя, блин, так выпотрошу за все вот это вот. Я просто уже час здесь сижу. Потому что я сначала долго тыкался и тупил. Потому что хочу же пройти сам, не по гайдам проходить все это дело. Тыкался и тупил там в некоторых загадках постоянно. Но сейчас мы залили все полностью кабом, и я иду стабильно. Здесь же совершенно думать не нужно, к счастью. Да, как он несерьезно, конечно, выглядит со своей обконченной мантией. Забавно. Обнимашка, обещание. Спасиб тебе, молодой человек. Ох, и палил он нас, палил сразу же сверху. На радостях. Обещание. Я скоро сделал обещание перед тем, как исчезнуть. Ну, я рад за него, конечно. Конечно. Кстати, да, на удивление, мало персонажей основных. То есть, перешли тут от Торелька с горы, нету ни Андай, ни Папируса, ни Санса. А, стоп, мы отсюда пришли, точно. Ну что ж, ищем дальше, видимо. Вот будет печально, если окажется, что я реально пошел куда-нибудь не туда и упустил один из вот этих вот коридоров. И в итоге меня не пустят вы истинного пацифиста. Хотя, с другой стороны, навряд ли. Такой красивый и прилизанный фриск, и вот это вот чучело, разворошенное слева. Это чё, типа кловер это чучело? Да, жестко тебя, однако, канако потрепало, согласно шиперству. Миленький вид, не правда ли? Да не особо, опять копипаста из Дартейла, плюс перекрашенный в синий. Но, это то, что он бы сказал, все равно. Места вроде этого были здесь с нормой, однажды. Да вот, до того, как я появился и всё заруинил. Мой бионический плант дал нам топовый доступ к системе. Всё, чего мы хотели, мы могли иметь, но с определённой ценой. Ты видел последствия, ты был в каждом мире, который мы создали здесь. Хэм, который ты получил, доказательство этого. Хэм, это акроним, конечно же, он означает экзотическую материю. О, круто, получается, будем сейчас крафтить себе нейромоды, да? Эта штука, которая соединяет все наши души вместе. Это то, что тебе нужно, чтобы разбить силовое поле. То есть, возможно, мне не нужно было с ними говорить, может быть, просто щадить, да? Я не знаю, будем ли мы знать о том, что произошло здесь. Это всего лишь подсознание, в конце концов. И всё же, даже когда нынешний кошмар вроде нашего заканчивается, он по-настоящему забывается. Я бы хотел, чтобы стыни забывались, много всего класса вам не снилось. Тебе пора идти. Ты можешь найти терминал выхода в конце пути. Но пока ты не ушёл, Фриск, это твоё имя, не так ли? Прости меня, я не мог перестать думать, что было у тебя на уме. Ты хороший чел, Фриск. И из того, что я могу сказать, так же тот, кто делал все эти выборы за тебя. Фриск и я не вспомним этот разговор, но есть шанс, что ты вспомнишь. Если правда там где-то есть, слушаешь. Не забудь насчёт жизни, которые вы привели в это место. Неважно, какой мир, реальная или виртуальная память вроде нашей не заслуживает быть забытой. Это ещё и не всё получается. Будем сейчас ещё кого-нибудь спасать. Рандомно. Не знаю, упустил кого-то или нет, надеюсь, что не упустил. Число 7 вроде бы то самое нужное. Вы активируете большую красную кнопку, точнее белую. Процедура завершена, все субъекты успешно тетернуты. Хотите так же выйти? Ну давайте, что мне ещё тут делать? Ну хорошо, я увидел то, что обещал Флау и... Правда, ни хрена не понял, но увидел. Спасибо ему за это. Я буду ждать тебя у силового поля. А, типа я из вас всё-таки уже высосал ваши душечки, видимо, да? Теперь мы готовы и вистрелить, так сказать. Ну естественно, вистрел потом придётся отложить, и это потом, естественно, естественно. Нас сейчас вполне очевидно будет ждать битва с Азриэлем, да? Потом будет, скорее всего, перепрохождение всей игры с разговорами со всеми эмоциями и выслушиванием того, какие теперь все будут счастливые. Потому что раз я слушал все разговоры по телефону, то нужно эти все разговоры послушать. Да. Но это будет уже малость потом. Да, я сейчас жёстко так задержался. Хотя надо пересчитать, может быть, всё-таки у меня ещё есть времена это всё. Ладно, после того, как я тут всё пообрезаю, и получится один цельный видос, скорее всего, выйдет как раз полчаса, поэтому так и быть, финальный эпический махач отложено потом. Эй, ты кончаешь? Я не хочу, чтобы Азгор был нетерпеливым. Он уже ждал столетия. Может, подождать ещё 50 тысяч минут, подумаешь, что же мне. Я, может, просто хочу сходить лишний раз обновить свои запасы. Запасы чего, кстати? У меня, в принципе, всё есть, куча всякого хлама, который я так, скорее всего, и не использую, если буду там наяривать всякие последние мечты и прочие. Битвы со Зрелем. Хотя, у нас же тут научная сказка, типа необычная сказочка из Undertale, поэтому возможно, что здесь всё будет совершенно по-другому и вовсе не копирка Undertale. Давайте посмотрим позже. Пока что отдохнём и скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok